СЕРОЯ ПЛОСКАЯ, СЕРОЯ ГРАНИТНАЯ И ДРУГИЕ ВИДЫ БРУЩАТКИ К сожалению, этот объем покрытия завод нам сегодня не может пока выдать. Ну, во-первых, потому что он выдает брусчатое покрытие еще и на другие объекты, в частности, кампус универсиады, плюс дополнительно там, где часовня Бороскевы пятницы находится, площадь мира, которую тоже необходимо еще до конца довести. Ну и один наш объект, который у нас является с вами основным, это проспект мира. Поэтому не обеспечивают сегодня наши все бригады необходимым количеством брусчатки. Однако рабочие недостатка в материалах пока не испытывают. На нашем участке хватает точно. Это вот здесь еще, вон там сейчас наши делают, вон там, вот тут еще будут делать, сюда привезут, когда там закончат. У нас все есть. На самом заводе сегодня пояснили, что сосновоборский филиал только начал работу. Там работает только одна линия и пока завод выходит на максимальной мощности. Но власти обещали, что новые поставки брусчатки уже начнутся с 5 сентября, а весь ремонт завершат к началу октября. Но помимо проблем с недостатком брусчатки, есть на миру и другие проблемы. Например, проблема доступности улицы для пешеходов. Вот еще один участок, который начали ремонтировать, вскрыли от старой брусчатки. Эта брусчатка еще не запакована, а значит увезут ее отсюда не скоро. Но вот для красноярцев не сделали никакого помоста или ограждения, для того, чтобы они смогли безопасно проходить. С одной стороны им приходится проходить по песку и пачкать свои обувь, а с другой стороны им приходится вот по такой вот узкой, тоненькой дорожке, которая ограничится с проезжей частью. Можно сделать либо дорожки, тротуары настелить, какие-то настилы. Ну я же российская женщина, меня уже ничего не возмущает, я ко всему привыкла. Ну а жалуются еще красноярцы не только на трудности с проходом на мир, но и на то, что, как они шутят, площадка уже устала. Посмотрите, вот этот слип установили совсем недавно, но здесь уже есть сколы и трещины, и заменять вот эти плиты вряд ли будут. Ну а вообще, видимо, проблема у наших рабочих со складыванием мозаики, потому что вот это иначе как хаотичная укладка не назвать. И я надеюсь, что все кирпичики в окончании ремонта встанут на свои места. И к перекрытиям накануне открыли перекресток Молоково и авиаторов, а также въезд на 4-й мост с улицы Дубровинского. Теперь там можно не объезжать этот участок по кругу. А еще с 15 сентября красноярцев ждет перекрытие Красной Армии на участке от Волочаевской до Корнеева. Поток машин пусть и по Копылово, к тому времени магистрали уже должны будут закончить и открыть. При этом перекресток Копылово и Ладакисхавели перегородят бетонными блоками наискосок. Алена Крешенинникова, Сергей Малафеев, Новости ТВК. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова